Когда я решил устанавливать, думал, тасол не буду сливать, просто обрежу, сколько вылится, столько и вылится. А сейчас что-то решил слить тасол, хотя бы с радиатора охлаждения. Поэтому идем вниз. Тут внизу у нас, вот он, шланг. Заодно посмотрите, как сливается с радиатора охлаждения тасол. Вот если по ходу движения, вот, видите, прямо едем, то есть вот эта левая сторона, вот эта правая, с левой стороны кран в радиаторе. Nissan Sunny, кузов FB-15. Вот видите, откручиваю пока не бежит охлаждающая жидкость. Немножко грязи оттуда вываливается, но надо поймать. Надо было крышку открыть, это, крышку радиатора. Сейчас все-таки подеду, открою. Вот она, крышка радиатора, она как бы держит, не дает сливаться. Все, открыли, вакуум убрали. Крышка клапанов, крышка радиатора, открыта. Открываем. Ну вот, совсем другое дело, пульт сбегает. Часть тасола, видите, выбежала, чтобы еще легче бежала. Я сейчас открою вот этот шланг. Все, тасола уже там нет. Это хорошо. Теперь обязательно нужно вскрыть шланг печки. Попробую приподнять его для начала. Прежде чем вскрывать. Опа! Вот так вот. Так, это у нас вакуум. Вакуум. Ну что, немножко надо почистить вот это место, чтобы грязи меньше было в систему охлаждения. И, может быть, разъединять и резать. Вот, включил я пробка. Это находится, вот видите, радиатор. Сейчас вот так крышку поставлю, чтобы вам было понятней. Вот радиатор. Все, радиатор закрыт. Здесь шланг, который подходит к радиатору. Ну, или патрубок резиновый. И вот как раз под ним, он мне мешается, я вот так вот его снял. И как раз под ним, вот я посвечу. Так, немножко провода не хватает. Вот под этим шлангом радиатора, вот эта коробка передач, рядом с коробкой. Вот эта выхлопная труба, или как, коллектор выхлопной. Вот этот датчик кислорода. И вот он, пробка спуска тасола. Вот, и было решено, значит, ставить сюда, здесь ставить этот подогреватель. И чтобы он входил, как я, у меня есть в ранешнее видео, ссылка будет, скорее всего, или подсказка вот здесь вот в видео. Чтобы он, вот этот небольшой подогреватель, входил вот сюда, в шланг радиатора. Не шланг, а патрубок резиновый радиатор. Придется мне его, этот патрубок, разрезать. Все я приготовил, сейчас я вам покажу. Вот не знаю, куда он встанет. Ну, сейчас буду делать, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, все к сборке готово. Заворачиваем кран от печки, от печки, от радиатора. Сегодня совсем все готово к сборке двигателя. Затягиваем кран от печки, от печки, от печки, от печки, от печки, от печки. охлаждающей жидкостью вставляем воронку жидкости чуть меньше 5 литров в этом автомобиле кому интересно значит сейчас заправлю и буду смотреть одновременно где подтекает или не подтекает вот она слышно да где-то где-то пошла в пустоту шланги бурлит естественно перед тем как заправлять я выжду несколько часов ну моем случае где-то около 10 12 часов выждал когда весь герметик просохнет здесь в этих вот местах вот ну и тут меня единственное что смущает видите выход здесь сбоку а самое высокое место подогрева она вот она то есть здесь может образоваться пробка воздушная и как ее выгнать даже вот не могу сказать пока конечно лучше было бы вот так вот как-то пошевелить пошевелить вообще меня завести надо движок чтобы он прогнал тасол при помощи своей помпы по всей системе и тогда пробовать так немного прогазовали теперь смотрим да нет полный аж выливается и Продолжение следует...